Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, пятница, перед нами шаббат, недельный главы Мишпатин. В главе Мишпатин сказано, есть такая даже повелевающая заповедь, вызволить животное из состояния, причиняющего ему страдания. Когда увидишь ты осла, врага свой и так далее. Слово хамор, осел, можно прочитать и как хомер, материал, физическое тело. И вот тогда слова эти звучат так, когда увидишь осла. Можно прочитать следующий момент, когда увидишь свое тело. Увидишь, что тело сопротивляется духовности. И тебе кажется, что его надо сломать постами или чем-то. Это неправильный путь. Это написано, что может прийти тебе в голову воздержаться от того, чтобы помочь ему. Нет, телу надо помогать. Тело должно жить в синхроне. Если хотите, если ты чувствуешь, что что-то там придавливает тебя, и твое движение к духовности начинает влиять на твое тело плохо, это неправильный путь. Все должно быть сбалансировано. Все сбалансировано, кроме зависти. Зависть надо от нее отдалиться до конца. Сказал Арбейну Йосиф Хайм. Праведники это те, кто ищет Бога в духовности. Не те, кто там, как мы придумываем себе, мыслят или там запираются где-то в келье. Нет. Они ищут духовность. И хотят подняться в духовность выше и выше. Они не удовлетворены своим духовным положением. А материальным нет у них недостатка, ни в чем они удовлетворены с тем, что они есть. И это самые счастливые люди. Потому что написано, несчастные перевернули порядок и довольны своей долей в духовности. А в отношении материального их съедает бесконечная зависть. Зависть это кино на иврите. В основном зависть это вещь крайне отрицательная. И сказал царь Соломон, гниль костей. И зависть, то есть что он сказал? Так же, как кости человека находятся внутри его тела. Так же, так же зависть начинает постепенно разъедать внутренность человека. Хотим мы или не хотим. То есть мы дважды вредим себе. Сказал еще царь Соломон, что все дни бедного худые. А тот, у кого хорошее сердце, находится в постоянном пиршенстве. Пояснил Веленский ГАО. На чем здесь разговор? Соломон называет бедным того, кто не рад своей доле. Противоположность богатому, который рад своей доле. И не зависит тут от того, сколько у кого что есть. Написано, что каждый есть человек очень богатый. Все вечно стремящиеся к большему. Они недовольны всегда. А есть скромные люди, они довольны. То есть то, что Бог посылает тебе в этот день, это и есть идеально для тебя. Так существует абсолютно правильный мир. Однажды к Равину, историю расскажу короткую, обратился хозяин магазина. Он говорит, Рэбе, по соседству с моим магазином расположен еще один. На котором продаются такие же товары, как у меня. И к моему соседу, когда заходит покупатель, я себя ловлю на том, что меня прямо разрывает зависть. Что делать с этим? Он говорит, ну, ты когда увидишь такое, уговаривай себя, что ты доволен тем, что сосед зарабатывает. Он говорит, так а что с того, что я буду доволен? У меня сердце внутри все равно неискреннее и зависть. Он говорит, а ты продолжай. Повторяй слова, слава Богу, что у моего соседа дела идут хорошо 10 раз, 20. Сперва это будет неискреннее. Потом пройдет время и постепенно, шаг за шагом, это все поменяет, тебя перестанут задевать его и раздражать его удачи. А потом ты проявишь радость и увидишь радость внутреннюю от того, что ты сумел победить зависть в себе. Таким образом, Равин здесь предложил своего рода духовную гимнастику. И вот духовную гимнастику, спорт для своего ума и для разума, она подходит к каждому. Написано в нашей недельной главе про шкалин, который собирали. Богатый не больше и бедный не меньше половины шехеля должен дать как возношение Богу. Для искупления ваших душ написано. Мудрецы говорят, что все наши заблуждения, все наши ошибки, все наши грехи сводятся только к трем порокам. Зависть, вожделение и гордыня. В этот шаббат в синагогах прочтут после основного раздела отрывок шкалин. Это первая из четырех таких специальных глав, которые включают себя в утреннюю молитву, включаются перед весенними праздниками. Эти главы настраивают написание мудрецы и нас на духовное ощущение, которое происходит в сердце человека, если он хочет попасть в этом году, выйти из Египта. Говорят, написано в Кабале, что в шкале содержится формула нейтрализации зависти. Именно зависть побудила, например, сыновей Якова продать своего юного брата Иосифа в рабство. А исправление этого тяжелого преступления способствует традиции выделять полшекеля на нужды крамок. В чем тут вопрос? Порядок вот этого сбора был совершенно не такой, как у других. Богатый не больше и бедный не меньше. Так наглядно демонстрируется всеобщее равенство людей перед Богом. А то, что они придумывают, что они неравны между собой, ну, это, так сказать, видимость такая. И равенство, как известно, это лучшее лекарство от зависти в духовном вопросе особенно. И есть еще одна вещь, которая помогает тут от всего этого. Уметь наслаждаться прожитым днем, это значит жить дважды. Так сказал выдающийся мудрец. И вот в это надо вдуматься. Если мы сами, бывает, съедаем свои дни, когда чем-то недовольны, что-то не так, что-то не тук. И последнее. О главе Мишпатим. Написано, что если человек, не дай бог, болен, то когда есть гула такая, быть вызванным к чтению Торы на шестой отрывок, потому что он заканчивается словами, я устраню, я индук из твоего недра. Написано, что тот-то выходит, на что у него резко изменяется ситуация и болезнь уходит. Брахава, отслаха, всего самого лучшего, шаббат, шалом. И, ну, вот побеждаем все плохое и идем к хорошему. Брахава, отслаха. Брахава, отслаха. Отслаха.